Хочу сказать то, что я недавно говорил в Телеграме об отношениях публичного лица и его аудитории. Вот. Ребятки, мы вам не обезьянки. Для многих из вас. Я лента в Инстаграме, лента в Твиттере, лента в ВК, там лента новостная, не знаю, там видосы какие-то и тому подобное, и звук в ваших наушниках, но на самом деле я человек, и я буду делать то, что я делаю всегда. Так вот, господа любимые, у вас нихуя не выйдет. Либо вы принимаете правила игры, которые делаю я внутри своего собственного сообщества, внутри своей личности, либо вы просто отписываетесь и уходите. Это ваше право. Первая аудитория, которая приходит к человеку, она всегда приходит за его истинным «я». Скажем так, где он не юлит, не прикидывается, а просто, ну, живет жизнью, которую он живет. А потом приходит все больше людей, и начинаются проблемы. А проблема лишь в том, что люди все разные абсолютно. И первый фильтр, который пропускает, там, не знаю, 5-10 тысяч человек, это фильтр, который привлекает людей, которые максимально разделяют твою точку зрения. Что же происходит потом? А потом люди цепляются с людей, и приходят ребятки, которые не совсем согласны с точкой зрения, но тем не менее приходят в место и аудиторию, и общество, в котором пытаются наводить свои порядки. Потому что именно то, что я делал всегда, именно те мотивации, которые всегда у меня были, привели, сделали меня тем, кем я сегодня являюсь. Вот. А всем, кто меня поддерживает, любовь. Привет, друзья, это Тимати. Я напоминаю, что 25 мая в клубе Артзавод Механика мы открываем свой Black Star Burger, где ты можешь пососать большой сочный хуй. Всем доброе утро. Я хотел сказать, что все мои агрессивные и депрессивные посты, которые вы видели, были написаны в опустошенном состоянии из-за длительного употребления алкоголя. Опухше ебало с утра, это еще не самое страшное. Один раз я проснулся из-за ужасного кошмара, и мне еще около двух часов телепало. У меня была какая-то ужасная паника и паранойя. В общем, если ты когда-нибудь поедешь в тур, и тебе предложат пухнуть перед концертом, знаешь, что это самая хуевая идея, потому что ты не остановишься. Вот. В общем, мораль такова. Лучше выпить кофе, чем пропустить с пашком два стакана. Бля, по поводу Челябинска тип, который проебал концерт, организатор съебался с баблом и пропал, просто не выходит на связь. Мы такие же жертвы, как и вы в этой ситуации, и мы тоже не знаем, что делать. Мы пытаемся его выловить, и будем еще пытаться, хуй знает, блядь. Надо его найти, мы сами хотим ему, блядь, бездонов вставить, пидорас. Но пока, короче, нет, нихуя. Ну, конечно, будет это сложно принять, но не во всех хуевых движухах, которые происходят на концертах, виноват артист. Точнее, вообще почти ни в каких. Ну, короче, в любом случае, в любом случае, типа, распетляем эту ситуацию, не волнуйтесь, все будет ок. Типа, по-любому, рано или поздно. Обещаю. Короче, чуваки, не паникуйте. Все ок, завтра будет концерт в Краснодаре, все ништяк. Ну, типа, площадку опечатали, но мы будем выступать на Open Air. Для тех, кто не знает, что такое Open Air, Open Air это дезодорант такой. Так, ребята, кто-нибудь мне объяснит, что произошло? Почему Фидорер теперь не входит в Кузнецкий склад? Почему вот везде подписано Фид Фидорер на всех песнях, блядь? Ребята, из Кузнецкого склада, вы должны мне ответить на вопрос, почему Фидорера отписали. Если в течение четырех дней ответа не будет, я приду в ваш любимый магазин на Кузнецком складе и будут там тусоваться, блядь. Колхозник будет тусоваться в вашем любимом магазине. Фидорер! 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 Федя! Федя, вернись! Федя, вернись! Своего Федя вернись. Вернись, Кузнецкий! Склад. Фидорер, братишка, я жду тебя в директе, чтобы мы с тобой зачилили по-светски. Я подгоню тебе эту тишку, ведь стильник купишь. Кузнецкий. Склад. Дорогой кот Гриша, кот Филипп поздравляет тебя и желает тебе вкусных кошачьих снеков. Ура! Ура! Кот Гриша, с днем рождения. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Попробуем, бро. Ура! Ура! Ура!